МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы моем окна пожилым ветеранам. В первую очередь это жертвы политических репрессий и также одинокие пожилые люди, которые не в состоянии помыть окна самостоятельно. Ну и, наверное, очень важно сказать о том, что мытье окон – это не просто физическая какая-то помощь, но еще и моральная, поскольку через окна, нам через чистые окна намного легче, намного радостнее смотреть на мир и как-то чувствовать себя более живым, что ли. Ну да, становится веселее смотреть на мир. Наверное, не каждый человек справится с этой задачей, если речь идет не просто о мытье окон. Нужно ведь, наверное, и пообщаться. Кто идет в волонтеры, кто занимается этим? Вы знаете, самые разные люди. Этой весной у меня приняло участие порядка 30 волонтеров. И это были и молодежь, и какие-то семейные пары. Например, одна пара семейная помыла окна в более чем в пяти квартирах. Вообще-то просто потрясающе. Но также мне писали, звонили молодые мамы, которые в перерывах между общением с ребенком хотели помочь, хотели сходить и помыть кому-то окна. Это было просто замечательно. Как вы находите друг друга? Я имею в виду благотворительная организация волонтеров, волонтеры вас. Куда обращаться им? Ну, чаще всего нам пишут в ВКонтакте, в социальных сетях волонтеры и мемориал. Да, ну, еще также можно прийти к нам в офис на Крупскую 40 и непосредственно уже оставить заявку на участие. Наверное, не каждый человек может стать волонтером. Какими качествами должен обладать тот, кто хочет помогать людям? Ну, вы знаете, волонтерская деятельность, она, в принципе, предполагает то, что нет какого-то особого критерия, кроме желания помочь. И наличие свободного времени для этого. Поэтому стать волонтером может абсолютно каждый. А много ли человек, которым вы помогаете? Вот есть какая-то, может быть, статистика, сколько окон условно вы помыли? Ну, обычно мы за сезон, да, за одну волонтерскую акцию моем, ну, порядка 35-40 окон. Но этой весной у нас был такой прям подъем, энтузиазм, было много желающих, было много желающих как помыть окна, так и желающих, чтобы им помыли окна. И мы помыли окна в более чем 50 квартирах. Это замечательно. Какие планы на этот год, на этот сезон? Ну, вы знаете, все-таки осень, это более холодный период времени года, да, и поэтому пожилые люди не очень охотно позволяют, ну, не очень горят желанием, чтобы им мыли, потому что все-таки холодно, нужно открывать окно, да. И, ну, я не знаю, посмотрим, ну, может быть, все-таки 40 окон мы вымоем. Как вы выбираете тех людей, к кому вы пойдете? Может быть, можно как-то оставить заявку, или сами люди могут обратиться, или их соседи, например, если это одинокие люди? Да, могут соседи позвонить, могут сами люди, пожилые люди, позвонить нам по телефону 281-54-42 в наш офис, и продиктовать свое имя, номер телефона и адрес. И я уже потом обычно связываюсь, да, и уже координирую, когда, в какое время удобно помыть окно человеку, в каком районе он живет. Это, ну, такие факторы, которые позволяют лучше сориентироваться. Ну что ж, спасибо вам огромное. А у нас впереди рубрика «Привет, Пермь». Напомню, если вы отправляетесь за пределы Перми, берите с собой видеокамеру и снимайте все интересное, что происходит вокруг. Видеоролики отправляйте нам на адрес утрособакарефей.ру. Мы с удовольствием покажем их в эфире. Не забудьте передать всем привет. Ну и сегодня мы смотрим «Привет из Франции».